книга открытым оком том 28 вопрос 3952 вы как-то говорили что даже самые любимые вами духовные писатели не касались больных тем только потому что все душило цензура тогдашняя и что сегодняшнее время уникально именно потому что нет такой цензуры что из опубликованного что из опубликованного вами вы смогли бы тогда обнародовать живи вы в то время при царях батюшка отвечает игнать тихончик лапкин да почти ничего ознакомьтесь что такое цензура деятельность санкт-петербургского комитета духовной цензуры как издательской структуры в 19 начале 20 20 века недавно появившиеся на страницах нашего портала исследования кандидата богословия священника александра задорного церковная цензура прошлое и перспективы вызвало серьезный читательский интерес она как известно было написано по поводу недавно прошедшего архиерейского собора русской православной церкви высказавшегося в частности за предварительную цензуру православных изданий сегодня мы публикуем работу петербургского историка печати м а антипова которая значительно дополняет общую картину истории духовной цензуры в россии приведенные в ней уникальные архивные источники позволяют выявить все степени вмешательства духовных цензоров в авторский текст минуло лишь 30 лет со дня публикации духовного регламента петра первого как святейший синод перестал справляться с предварительной цензурой богословских сочинений причиной этому послужило увеличение количества рукописей представляемых в синод петровские реформы образование просвещения далее россии множество новых ученых или просто образованных людей желавших попробовать свои силы в качестве авторов отсюда возникла необходимость создания особенной корпорации при синоде которая могла бы взять на себя обязанности предварительные цензуры богословских сочинений тем более в россии к тому времени был накоплен богатый опыт книжный с книжной справы становление духовной цензуры в россии проходило сложно и заняло свыше полвека когда именным указом императрицы екатерины 2 от 16 сентября 1796 года были уничтожены все частные типографии и учреждены смешанные цензурные комитеты то предназначавшиеся к публикации сочинения рассматривались как светскими так и духовными цензорами но в то же время действовал синодальный указ 1787 года согласно которому все авторы духовного чина должны были представлять рукописи своих сочинений святейшему синоду или в московскую синодальную контору для авторов из провинциальных епархий действовала и местная цензура в лице епархиальных властей которая отнюдь не отменяла цензуры столичной существовала еще одна серьезная причина пробудившая к жизни институт духовной цензуры это крестьянские народные восстания прошедшие в различных губерниях российской империи спустя некоторое время по воцарении императора павла первого так как часть павловских реформ касалась серьезной реорганизации духовного сословия вплоть до призыва в армию праздных детей духовенства то многие приходские священники выступили в поддержку крестьян результат сказался немедленно специальным указом от 18 декабря 1797 года павел первый предписывает учредить соборное духовенство наиболее образованные и опытные священнослужители которого в меня вменялся в обязанность идеологический контроль над мало над малограмотными сельскими пастырями соборные священники и иеромонахи приняли на себя и роль духовных цензоров предметом деятельности духовной цензуры стали свидетельствование рассмотрения и исправления как переводов касающихся церкви церковного учения так и вообще сочинение издаваемых соборным и несоборным духовенством а обязанности духовной обязанностью духовной цензуры состояла не в том лишь чтобы по примеру гражданское делать простое одобрение линии одобрения сочинения к печатанию но в том чтобы делать им рецензию или строгое пересматривание и исправление это обстоятельство является крайне важным так как она выводит тему истории духовной цензуры в россии из области истории государственной или церковной идеологии побуждает к рассуждению о редакционно-издательской деятельности духовных цензоров один из ведущих критиков существовавший в императорской россии системы духовной цензуры профессор киевского университета проекта и рей п я светлов отмечал не вполне духовный или церковный характер духовной цензуры который ясен из статьи 262 и 263 устава о цензуре печати а в главнейших своих чертах духовная цензура хорошо обрисовывается статьей 260 это статья гласит сочинение большие малые с большими недостатками в основательности мыслей каких чистоте христианских чувств доброте слога ясности и правилности изложения противны образованным бесполезны не образованным и вредны образующимся и потому не должны быть одобряемы кавычки закрыты вышеупомянутая статья духовно-цензурного устава 1804 и 1828 годов во все времена существовало духу существование духовной цензуры служила поводом для многочисленных злоупотреблений цензуры помимо исполнения своих основных обязанностей превращались в литературных редакторов и критиков всеми доступными им средствами стесняя свободу писательского творчества крупнейший до революционные исследовательной духовной цензуры а н котович писал по этому поводу духовная цензура никогда не носила характер чисто духовной она всегда имела вид неуклюже сработанные четырехгранные призмы деятельность же ее заключалась спектральном анализе всякого луча из области духовного просвещения с точки зрения богословской политической этической и литературной не забывали цензуры и экономическая выгоден все рассматриваемые ими сочинения должны были быть напечатаны исключительно в синодальных типографиях в чем можно усмотреть материальное обоснование деятельности духовной цензуры вне зависимости от того найдены ли были цензурами в представленных авторами рукописях погрешности служащие духовно-цензурных комитетов погрешности служащие духовно-цензурных комитетов превратились в редакторов и корректоров иногда они выполняли небольшие текстологические исследования и даже могли на основании собственного литературного вкуса выступить в роли редакторов поэтических сочинений середине девятнадцатого столетия получила глазку случай когда к духовному цензору отправили отправилась в повесть одной из лучших русских писательниц где одно из действующих лиц принадлежало даже не прямо а только отчасти духовному сословию и тогда эта повесть вернулась из цензуры в таком виде который поразил автора своей неожиданностью несколько страниц повести было совершенно зачеркнуто а вместо них рукой цензора написано было вновь совсем другая романтическая сцена плод фантазии самого цензора и соответственные его литературным вкусом и понятия кавычки закрыт порой редакторские претензии духовных цензоров не знали границ еще цитата были например такие цензора которые заставляли перепечатывать целые листы из-за того что святейший сенот печатался с маленьких букв или к слову апостол не было припавлено святый и непременно святый они святой подчеркнута нами его вспоминал издатель духовного журнала а и пономарёв о своих отношениях с духовной цензурой в 1880-е годы цензурный гнет не оправданный своей основной задачей защитой господствующего вероучения сделался причиной упадка духовной литературы в россии девятнадцатых начала 20 столетия наиболее талантливые писатели духовного чина избирали светские формы литературы поэзию балетристику а их рубкописи соответственно проходили цензуру гражданскую отличавшуюся меньшей придирчивостью к авторам вот что писал по этому поводу анонимный публицист выступивший против духовной цензуры в 1860-х годах едва ли ни одной из значительных причин слава водосилия развития нашей духовной письменности было именно положение духовных писателей в отношении к духовной цензуре которая требовалась которая требовательность простиралась даже на самое качество слога далее автор этой статьи делает неутешительный вывод доколе наша цензура будет исполнять обязанности литературной критики да то ли у нас не будет и самой критики таким образом успех прохождения того или иного сочинения через духовную цензуру ставится в полную зависимость от личности цензора от его профессионального опыта и литературного вкуса один из авторов журнала вестник европы считавшегося изданием исключительно светским обобщил эту проблему так не подлежит спору что личная практика цензора всегда представляет множество случайностей личных взглядов того или другого цензора на предмет степени его смелости степени понимания обстоятельств наконец и это кажется главная степень его общей образованности безраздельное господство духовной цензуры не прошло бесследно как для духовной литературы так и для самой православной церкви борясь за чистоту слога цензоры не замечали что добиваются результата противоположного лучшие церковные писатели стремились издавать свои сочинения светских издательствах или за границей более того духовная цензура так и не выполнила своего главного охранительного предназначения все что было прямо направлено против церкви и господствующего вручения с успехом публиковалась светских издательствах в то время как в одной части печати именно в духовной над добросовестными и компетентными в деле духовными писателями стоит цензура во всей суровой строгости своих требований от содержания и духа включительно даже до стиля и букв сочинения в другой части печати светской свободно проповедуются рационализм пантеизм атеизм и так далее и сыплется хула на веру организованная духовная цензура начала действовать в эпоху если не зарождение то первоначального образования современной церковно-богословской литературы более жизненной критической стремящейся к фактическому обоснованию своих положений и выводов более близкой к общей литературе по языку писал крупнейший традиционный историк духовной цензуры а н котович но и духовные цензуры в большинстве своем также признавали что схолистические произведения минувших эпох должны уступить место несравненно лучшим книгам новейших авторов которые применялись к вкусом и просвещению новейших времен пишут гораздо основательнее как уже было отмечено предварительная цензура сочинений духовной литературы таила в себе опасность произвола со стороны цензора в секретном деле синода возникшим в 1858 году по поводу возможного улучшения работы духовно-цензурных комитетов по этому поводу сообщалось не говоря уже о том что они цензоры могут быть сами на разной степени образования они могут иногда по мнительности и личным опасениям боясь ответственности задерживать и запрещать то что на самом деле не заключает ничего прямо неверного или вредного и опасного кавычки закрыты в конечном счете духовная цензура нанесла духовной литературе величайший вред в то время как создавалась она именно для защиты этой литературы от проникновения неправославных взглядов известный до революционный публицист а кизи ветер писал по этому поводу что из-за цензурных крайностей поля русского духовного просвещения к середине 19 столетия оказалось столь основательно выполотым от всяких злаков что на нем совершенно уже ничего не оставалось для жатвы и все это было сделано ради вящего утверждения церковного авторитета в жизни народа история духовной цензуры в россии с полным основанием может быть названа историей самопарализации 1 самопарализации церкви кавычки закрыты санкт-петербургский комитет духовной цензуры созданы при столичной духовной академии имел особый статус находясь в непосредственной близости от святейшего синода он сравнение с провинциальными духовно-цензурными учреждениями пользовался особенным влиянием и привилегиями оборотной стороной такого положения столичных духовных цензоров стало непосредственное участие в деятельности комитета обер прокуроров синода включая их практически безраздельное вмешательство в дела комитета сверх того писал историк духовной цензуры а н котович как довольно характерную черту петербургского комитета следует отметить частную смену его членов так за первую четверть века существования комитета 1828 1853 годы в нем перебивала не менее 25 членов которые помимо цензурной деятельности исполняли другие обязанности священнослужение преподавание и другое к середине 50-х годов девятнадцатого столетия цензурный надзор в россии усилился 4 апреля 1851 года когда при святейшем синоде возник секретный комитет для наблюдения за действиями духовной цензуры но в последующие годы в связи с ростом количество авторских рукописей и книг предназначавшихся для переиздания цензура которой была обязательно возникла обратная тенденция по кончине императора николая 1 1855 год наметились пути к ослаблению цензурного гнета а духовно цензурным комитетом состоявшим при духовных академиях предоставили большую самостоятельность принятия решений санкт-петербургский комитет духовной цензуры освободился от столичной духовной академии 1857 году основная история его деятельности сложилась в период с 1870 по 1905 годы когда корпорации цензоров были выработаны на основании статей духовно-цензурного устава различные критерии методики рассмотрения авторских рукописей и книг предназначавшихся к переизданию при работе над представленными в комитет сочинениями его служащие уделяли особое внимание следующим ключевым моментом недостатком в церковной живописи картины на библейские церковные сюжеты портреты эстампы иконографические изображения предназначавшиеся к массовому изданию должны были соответствовать канонам церкви неточностям в церковных календарях и месяц и месяц и словах святых сомнениям относительно чудесных явлений чудеса от святых икон и мощей сочинением смысл которых мог быть неверно истолкован полемика со старообрядцами и сектантами после опубликования императорских указов 1905 года когда гражданам российской империи были предоставлены свобода вероисповедания и свободы печати деятельность санкт-петербургского комитета духовной цензуры была сведена к минимуму а предварительная цензура духовной литературы стала делом исключительно добровольным по сведениям изложенным в исследовании а.н. катовича санкт-петербургский комитет духовной цензуры отличался частая смена его членов одни умирали других переводили и отрешали третьи сами за распространением круга обязанностей отказывались за первые полвека деятельности комитета с 1809 по 1855 годы в его составе пребывали 32 служащих как отмечалось выше большинство членов столичного духовного цензурного комитета имели иные обязанности по церковно-духовной учебной службе что в конечном счете отрицательно сказывалось на их цензурском служении все духовные цензуры имели высшее богословское образование выпускники духовных академий и ученые степени бакалавра кандидата или магистра богословия по своему церковно иерархическому положению духовные цензуры имели священный сан число белого и черного духовенства во все годы деятельности комитета было равнозначным в исключительных случаях духовными цензурами становились ученые богословы не имевшие священного сана например н.в. елагин впервые деятельность столичного духовного цензурного комитета получил общественный резонанс после выступлений цензора архимандрита инокентия смирного 1784 по 1819 годы скончался в сане епископа пензенского они были направлены против мистицизма на создавшегося в период правления александра первого министром духовных дел и народного просвещения князем а.н. голицыным архимандритом инокентием смирновым была намеренно пропущена в печать книга евстафия станевича беседа на гробе младенца где осуждались мистика богословские воззрения исповедуемые князем голицыным и его окружения после публикации сочинения астаневича между голицыным и архимандритом инокентием возник конфликт и вскоре опальный цензор был отрешен от должности под предлогом возведения высший епископский сан но он по указанию синода вскоре покинул столицу и возглавил провинциальную пензенскую архиерейскую кафедру сослуживец архимандрита инокентия протоиерей казанского собора и бердинский прослужил столичном духовном цензурном комитете 13 лет с 1811 по 1824 годы и был награжден за усердную службу по должности цензора орденом святой анны второй степени особенность цензорского служения протоиерея бердинского заключается в том что он лично рассматривал минимум сочинений не более четырех рукописей в год а все спорные и неудобные рукописи адресовал для рассмотрения своим сослуживцам в годы борьбы между традиционалистами и мистиками немалую роль в столичном духовно-цензурном комитете сыграл архимандрит поликарп гайтанников цензурировавшие рукописи с 1819 по 1824 годы его цензорский опыт представляет определенный интерес к примеру архимандрит поликарп так отказывался так отзывался о рукописи проповедей протоиерея исаакиевского собора алексея малого цитата в них немало противного здравному учению часть уступительная или выразительная растянута до половины проповеди что может соблазнить кавычки закрыты обстоятельства цензурирования данной рукописи были осложнены еще и тем что автор намеревался посвятить свои сочинения великому князю михаилу павловичу полагая тем самым смягчить цензурные требования но цензор архимандрит поликарп провел обстоятельный анализ текста проповеди священника малого согласно канонам гомилетики церковного проповедничества стараясь цитата придавать незыблемое значение всем предписаниям относительно разделения предложения наложения трактации цитирование текстов цензором было также предложено направить рукопись малого на рассмотрение в синод ввиду цензорского опасения что проповеди вышеупомянутого автора могут соблазнить читателей неправильностью слога и выражений в конечном счете рукопись проповедей протерея мало было адресовано для рассмотрения иным служащим санкт-петербургского комитета духовной цензуры таким образом цензорский опыт поликарпа гайтанникова выдает в нем редактора и текстолога проявлявшего излишнюю ревность к языковым и стилистическим особенностям представленных ему сочинений выдающимся деятелем столично духовного цензурного комитета был протеерей герасим петрович павский 1787 1863 годы автор трудов по теологии русского литературного языка филологические наблюдения над составом русского языка материалы для объяснения русских коренных слов посредством иноплеменных и многих других 1841 году протеерей павский был привлечен к церковному суду за неправославие якобы проявлено им при переводе библейских текстов на современный русский язык для нас интересны прежде всего филологические взгляды павского здесь он руководствовался критериями доступности авторских текстов пониманию читателя стремился к очистке текста от излишних по его мнению терминов этому цензору чаще всего приходилось рассматривать рукописи учебных пособий допуская для грамматик лишь самые необходимые технические термины павский при рассмотрении одной из них миссера ницкого не удержался даже чтобы не воскликнуть храни боже наш язык от таких грубостей как термос и как термины на парагога аферезис синкопа метатезис кроме того интерес для нашего исследования представляет деятельность петербургского духовного цензора архимандрита макария зимина который цитата усиленно гонялся за всякой тенью неправильной мысли выставлял на вид чуть не каждую орфографическую ошибку рассматривая однажды рукопись миссионерского сочинения аланецкого епископа игнатия семенова цензор отнес к погрешностям языка следующее выражение когда в глубине сердца лежать будет еще лед ожесточения хлад нераскаянности словосочетание лед ожесточения из и хлад нераскаянности по его мнении требовали отделки серьезные редакторские требования предъявила крупности к рукописям центр центр архимандрита фанасий соколов так рассматривая рукопись одного стихотворения в котором автор выражал свои религиозные чувства архимандрита фанасий отметил 17 групп недостатков первое места содержащие недостатки в истине мысли и даже мысли выражения противные православному учению церкви второе противные православному христианскому нравоучению третье множество недостатков в изложении четвертое мысли и выражения темные пятое двусмысленные шестое тожде с тожде словные седьмое слова расположенные неправильно восьмое много слов не употребительных девятое употребленные в таком значении такого не имеют десятое много слов низких и неприличных 11 название вещей неприличными именами 12 странные понятия 13 превратное сочинение слов 14 много групп их грубых погрешности против грамматики 15 много неправильности в произношении слов для соблюдения размера стоп 16 набор слов 17 наконец разного рода неисчислимые прогрешности против правописания к сожалению это рукопись не сохранилась и в делах санкт-петербург комитета духовной цензуры ргия f807 неизвестен ее автор поэтому мы можем судить они лишь по обстоятельной отрицательности рецензии архимандрита афанасия опубликованное в исследовании а.н. котовича для нас важны в данном случае художественные критерии заданные цензором тожде слове или иные подобные ошибки невероятный неверный порядок слов в предложении орфографические ошибки не соблюдение заданного стихотворного размера в рассмотрении духовных сочинений активнейшее участие принимал член столичного духовно-цензорского комитета архимандрит иоанн соколов 1818 и 1869 годы скончался в сане епископа смоленского архимандрит иоанн сначала воспитанника затем бакалавр по классу нравственного и пастырского богословия московской духовной академии где он находился как раз в то время когда в москве при участии митрополита филарета готовилась первое издание жития старца серафима подготовленная иеромонахом сергием васильевым в дальнейшем ученый богослов был переведен сан петербургскую духовную академию на кафедру канонического права здесь за свой труд по церковному законоведению он удостоился редкого тогда звания доктора богословия 1847 по 1865 годы он находился в сане архимандрита к этому периоду относится его деятельность как члена комитета духовной цензуры он оставила себе печальную память авторы и коллеги вас поминали его как вспоминали его как цензора попиравшего авторскую индивидуальность и способного придраться к каждой мелочи раздражение цензора вызывали даже встречавшиеся в авторских рукописях фразеологизмы и разговорная речь водить за нос хлопать ушами бабе народ плут пьяница мальчишка и тому подобное которые цензор всегда признавал неприличными к печати под конец жизни иоанн соколов признал свои ошибки когда его собственное сочинение не было пропущено духовной цензурой по тем же самым критериям неясность мысли и неправильность изложения другим известным духовным цензором был выдающийся ученый кита китаист архимандрита вакуум честной по окончании сар-петербургской духовной академии он был назначен членом духовной миссии в пекине изучил китайский манежурский монгольский и тибетский языки переводил на китайский язык молитвы церковные песнопения и проповеди она тибетский евангелие от луки им были собраны материалы по древней истории китая кореи тибета рассказывающий о распространении христианство на востоке в петербурге он пробыл сравнительно недолго возведенный в 1844 году в сарах сам архимандрита и назначенный членом столичного духовного цензурного комитета уже в 1852 году он участвовал в экспедиции адмирала путятина в японию в качестве переводчика и корабельного священника его цензорская деятельность вызывала неодобрение у синодального начальства связи с недостаточ с недостаточным вниманием к исполнению духовно цензурного устава архимандрит о вакуум при рассмотрении рукописи руководствовался только теми параграфами устава устава которыми запрещались к печати возможные погрешности относительно православного вероучения остальные критерии предъявляемые к авторским рукописям а вакуума не интересовали по воспоминаниям современников этот цензор проявлял невиданные невиданные в своем деле либерализм по отношению к рассматриваемым сочинениям за что и был уволен из духовно-цензорского комитета деятельность санкт-петербургского комитета духовная цензура в период правления императора николая первого характеризуется неуступчивостью духовных цензоров даже в мелочах причины этого были четко изложены в письмах цензора протеерея михаила богословского 1807 по 1844 годы прежде писал он умные люди творения свои зарывали в землю лет на десять и более и потом после строгого пересмотра пускали в свет а ныне умники лишь только зародиться в голове мысли как бы дико не было она сейчас дают и ход обращают еще вопрос и назойливо требует поклонения своей идейки столично духовном столичном духовно-цензурном комитете служили и другие цензоры чьи имена можно установить по фундаментальному труду а н катовича духовная цензура в россии 1799 1855 годы их цензорская деятельность заключалась исключительно в отстаивании положений духовно-цензурского устава касавшихся защиты господствующего вероучения нас же подчеркнем интересует та сторона деятельности комитета которая непосредственно связана с подготовкой текста замечаниями к языку и стилю рассматриваемых цензор цензорами рукописи санкт-петербургский комитет духовной цензуры вначале действовал согласно уставу духовных академий от 30 августа 1814 года так как располагался при столичной духовной академии в частности согласно пунктом данного документа цензор принявший рукопись на рассмотрение должен был начали оценить достоинство сочинения относительно важности мыслей их истине чистоте изящности слога ясности и правильности изложения пункт 360 далее разъяснялось что цитата по учения слишком обыкновенные и слабые не назидают читателей но погашают жажду слышания и чтения здравых и назидательных словец следовательно цензорам предписывалось оставлять такие рукописи оставлять такие рук в рукописи в неизвестности нежели придавать стеснению и обременять общество пункт 361 если книга назначалась к переизданию автор также был обязан представить экземпляр духовную цензуру причем это распространялось даже на те случаи когда книга переиздавалась без единого исправления и имела разрешение к публикации данная на предшествующее издание по существовавшему в российской империи устава духовной цензуры принят 22 апреля 1828 года авторы любых рукописей на церковные темы должны были лично представлять свои произведения для цензурирования для цензурования в духовно-цензурных комитетах если же рукопись готовилась к печати в периодическом издании то автор освобождался от подобной обязанности все готовившиеся к публикации произведения представлялись в духовную цензуру редактором издателем журнала или газеты сроки предоставленные цензором для рассмотрения рукописей определялись указом синода 31 декабря 1853 года выпущенного санкции императора николая первого согласно этому указу для однотомных сочинений допускался годовой срок пребывания в цензуре для сочинений от двух до трех томов два года а сочинение более объемистые могли находиться на рассмотрении цензоров до трех лет основные положения духовно-цензурного устава интересующие нас в редакторском аспекте касались следующего во первых тщательному отбору подвергалась описание чудес случаев чудесных явлений исцелений так далее тому подобное цензоры опирались как на положение законов принятых еще в эпоху петра первого духовный регламент 1721 года так и на специальные постановления святейшего правительствующего синода например цензоры часто ссылаются на указ синода от 31 августа 1850 50 года за номером 9273 в котором после выхода в свет книги письма святогорца к друзьям своим о святой горе афонской афонской санкт-петербург 1850 года комитетом духовной цензуры предписывалось чтобы цитата все сочинения в которых заключаются сказания разных неизвестных нашей церкви чудесах они представляли с мнением святейший синод и ожидали разрешения во вторых цензоры согласно уставу духовной цензуры частично выполняли и редакторские обязанности на основании параграфа 44 упомянутого документа цензоры оценивали достоинство сочинений которое не только должно соответствовать церковной догматике и канонам но и заключаться цитата в чистоте слога ясности и правильности изложения редакторские критерии можно усмотреть и в параграфе 55 духовно цензурного устава который гласил цитата сочинения большие и малые с большими недостатками в основательности мыслей чистоте христианских чувств и доброте слога ясности и правильности изложения противны образованным бесполезны не образованным и вредны не образующимся и потому не должны быть одобряемы именно этот параграф давал волю цензорским придиркам так как служащие духовно цензурного комитета подчас на основании только собственных пристрастий и вкуса определяли качество доброты слога и правильности изложения в представленных рукописях если рассматривались рассматривалась рукопись жития святого или жизнеописание еще не прославленного в лике святых подвижника со всей строгостью применялся параграф 46 духовно цензурского цензурного устава цитата жизнеописание должны быть подчеркнуты из достоверных источников и представлены в том чистом духе которым святой руководствовался в жизни своей или восставал от падения укреплялся среди соблазнов и соблюдал живую веру до конца жизни при рассмотрении богослужебных рукописей служб канонов акафистов молитв духовные цензы руководствовали секретным указом синода номер 44 от 8 января 1869 года о воспрещении печатать акафисты скудные содержанием и не содержащий никаких особых указаний приложимых к святому имени коего они посвящаются этот указ предписывал в частности санкт-петербургскому духовно-центрному камень комитету подвергать акафисты более строгому разбору и в случае если эти акафисты окажутся также скудными по содержанию изобилующими общими местами то таковых акафистов на рассмотрение священного синода не представлять и собственной властью воспрещать их печатание кавычки закрыт последнее обстоятельство является крайне важным для анализа деятельности духовной цензуры в редакторском аспекте при рассмотрении рукописи акафистов главным критерием было невероучительно или нравственно назидательная сторона а стилистические языковые погрешности которые могли послужить препятствием к обнародованию таких текстов российский сенатор 19 столетия председатель контрольного комитета при священии при святейшем синоде т. и филиппов рассуждая о редакторском аспекте деятельности духовных цензоров отмечал что требования цензорского устава относительно языка и слога сочинений вполне справедливы в этом он опирался прежде всего на точность передачи православной христианской догматики даже не учившимся в семинаре известно писал он что между понятиями может быть целая бездна тогда как между словами их выражающими разность в одной йоте но по-иному подходил сенатор к статье 234 цензорского устава цитата по учения или слова которые содержат в себе учения веры основательная правила жизни чистые и согласные с верою которые одушевляются благочестивыми чувствованиями и в которых употреблен язык ясный и приличный предметом достойны одобрения здесь считал ты и филиппов требование ясности и приличия языка чисто риторическая смотри любую риторику следовательно а внесение ее в цензурный устав не может быть оправдана заботой о целости догматов кавычки закрыты более того эта статья по мнению видного чиновника ежечасно нарушалась деятелями духовно-цензурского комитета сколько каждому из нас случалось читать печатных по учении слов изложенных неясно сухо и безжизненно а следовательно и неприлично по отношению к предмету преимущественно живом гораздо реже но бывают однако и обратные случаи слова превосходно изложенные и приноровленные к простоте народных понятий иногда не пропускаются цензором не имеющим понятия об истинном приличии изложения как унижающие будто бы предмет в качестве примера показывающего практику применения духовно-цензурского устава можно привести историю рассмотрения сочинений николая самойлова жизнеописание игумена филарета настоятеля глинской богородинской общественной пустыни это цензурное дело представляет интерес прежде всего тем что цензор архимандрит иоанн слоколов не решился к окончательному одобрению рукописи своей собственной властью а прибег к вмешательству синода в точности выполнив все правила устава они предписывали цензором направлять на дальнейшее рассмотрение высшей духовной власти сочинения где приводились рассказы о явлениях и событиях считавшимся сверхъестественными поэтому 28 марта 1852 года на заседании синода был рассмотрен рапорт санкт-петербургского комитета духовной цензуры от 7 июля 1851 года номер 51 с заключением о рукописи жизни описания игумена филарета настоятеля глинской богородинской общежительной пустыни синод постановил печатание и выпуск всего сочинения свет разрешить с тем чтобы предварительно исправлено было она по замечаниям у всего прилагаемого о том какие замечания были сделаны цензором и какие резолюции наложены синодом можно судить по следующему тексту дошедшего до нас центр цензорного отдела она показывает насколько в текст рубкописи вмешивался цензор и что по этому поводу высказал синод первое а приезде отца филарета в глинскую пустыню сказано цитата один брат из монаши действующих заверял по иноческой совести своей что он в ночь перед приездом настоятеля филарета видел большой досягающий до небес столб от юга с той как бы стороны идущие откуда он великий ава и прибыл кавычки закрыты явление основанное на понимании одного неизвестного лица не может быть принято за несомненное а потому приличнее исключить сей рассказ второе не все потребности разговора игумена филарета с императором александром первым могут быть напечатаны и всего приличнее было бы разговор очертить немногими словами например 5 июля отец филарету достоился счастья представляться его величеству благочестивейший государстве снисходительно изволил расспрашивать настоятеля о его происхождении о состоянии пустыни уставе и и средствах к ее содержанию о числе братья о поставлении его в ягумены спрашивал его были он в монастыре валаамском и знаком ли с уставом его благосклонно ли внял просьбе его и обещал исполнить третье излагаются случаи исцеления помещиц кабановой и барзыковой так как в них нет ничего чрезвычайного то и нет повода исключать их хотя они и не относятся прямо к жизнеописанию отца филарета что касается следующего за ним видение госпожи преклонской то она подлежит исключению как случае необыкновенные и никем не подтвержденный четвертое рассказ о видении отцовом филаретом необыкновенного света на небе и о том что в то же время скончался в сарове отец серафим может как кажется быть допущен по изложению того случая весьма умеренным между тем едва ли представляется основание к исключению следующих зачеркнутых цензурой слов по воспрещению отцом филаретом женщинам входить в братские кельи сколь благотворно для обители онное установление всякий может судить кому известны бедственные положения высоких столпов церковных презиравших сильные бури искушений бесовских слабыми же руками женскими ввержены в глубокий рост ров нечистоты и смрада равным образом после изъяснения что на это распоряжение сетовали некоторые легкомысленные из братьев а также миряне без нужды исключено апачи женщины таким образом по решении синода были поставлены изъятия допущены в рукописи цензором архимандритом иоанном соколовым но с другими замечаниями цензора синод вполне согласился иначе проходила цензура рукопись посвященная жизнеописанию того же духовного лица игумена глинской пустыни филарета автором этого сочинения был чиновник санкт-петербургского почтового департамента карп грузин цензор же архимандрит платон составила резко отрицательный отзыв о сочинении и направил 12 января 1833 года в синод секретную записку где подробно разъяснил все претензии рассмотрев он описал цензор я нашел что нельзя одобрить ее последующим причинам большую часть он и составляет описание собственно не глинской пустыни а жизни настоятеля филарета третье в ней излагается разговор отца филарета с блаженной памяти императором александром параграф 23 но ничем не доказывается что сей разговор с монархом передан верно даже не показано и то откуда он и заимствовал четвертое есть мысли неверные которые при том могут свести к вредным заключениям например говорится а что для благонадежного решения одного тяжебного дела глинской пустыни необходимо было личное за он им хождение настоятеля параграф 22 24 это подает худое едва ли справедливое понятие о судебной части нашего правительства тем паче что по памяту дело уже было на рассмотрении министра финансов и доведено до сведения самого покойного государя императора б якобы штатные монастыри не столь благоустроенные как общежительные потому что первый получают начальников неопытных и что ученые юноши без искусств очень хорошо возводится на степень начальствования параграф 23 это с одной стороны ложно по элику штатных монастырях есть опытнейшие начальники а ученые юноши до получения начальствования монастырями подвергаются может быть искусу строжайшему нежели какому подвергались не ученые старцы а с другой не основательно по элику большая часть наших штатных монастырей имеет своими начальниками не юноши и ученых а простых старцев своей итогма опытностью снискавших искусство управлять братьями кавычки закрыты записка цензора приведена нами полностью чтобы показать какие именно факторы не устроили ее автора наверно перенан разговор с императором упоминания о недостатках в организации церковного управления личное хождение настоятеля для решения тяжебного дела мнение о неблагоустройстве монастырей на основании изложенные замечания цензор вернул рукопись издателю но архимандрит платон в этом не остановился своим отношением от 17 января 1833 года он указывая число страниц рукописи 42 в качестве запрещающего к печатанию обстоятельства также называет что цветата в ней почти вовсе не наблюдается правописание и правильная пунктуация таким образом при рассмотрении сочинений посвященных жизнеописание игумена глинской пустыни филарета выявляются следующие цензорские критерии достоверность передачи слов монарха недоверие к рассказам о сверхъестественных событиях орфографические и пунктационные ошибки эти требования цензоров вполне укладывались в рамки духовно цензорского устава но нежелание цензора пропускать печать сведения и жизни монастырей которые якобы могли спровоцировать негативное общественное мнение следует отнести к личным придиркам цензора основанных исключительно на собственном видении и понимании церковной жизни на основании проанализированных выше положений духовно-цензурного устава и архивные дел столичной духовной цензуры мы вправе ставить вопрос о преднамеренном вмешательстве цензуры в область литературного творчества подмене цензурой литературной критики вот что писал по этому поводу упоминавший выше сенатор т. и филиппов цитата цензура и критика две вещи весьма различные и каждый из них надо нам предоставить свой круг действует недостойно честного критика обращаться в лазутчика и фискала несовместимо и с обязанностью цензора рассуждать о достоинствах слуга и языка рассматриваемых им сочинений это вовсе не его дело да он может в этом очень мало и смысле или имеет слишком требовательный вкус или своенравный взгляд кавычки закрыты начале двадцатого столетия когда предстоящая канонизация преподобность преподобного серафима саровского не вызывало сомнений несколько авторов как духовного чина так и светских составили службы и акафисты богослужебные песнопения в честь саровского подвижника история цензурирования богослужебных текстов в данном случае акафистов посвященных серафиму а заслуживает особого внимания согласно 76 параграфу духовно-цензурского устава 1828 года все сочинения относящиеся непосредственно к церковному служению выносились на рассмотрение самого святейшего правительствующего синода таким образом синод выступал здесь в качестве высшей духовно-цензурной инстанции а цензурские обязанности исполнял первенствующий в синоде церковный иерарх митрополит санкт-петербургский и ладожский антоний ватковский первая служба преподобному серафиму была составлена в 1903 году московским протеорем и иоанном звездинским прошла духовную цензуру в москве в делах ргио сохранилось несколько документов касающихся издания этой службы в московской синодальной типографии текст этой службы цензу цензуровался непосредственно митрополитом антонием ватковским примечательно что помимо исправления незначительных опечаток в церковнославянском тексте службы митрополит антони в трех местах вычеркнул слова радости наша что вызвало неудовлетворение неудовольствие почитатели памяти преподобного серафима для разрешения этого недоразумения следует обратиться непосредственно к тексту жития саровского подвижника у всех авторов биографических сочинений о серафиме саровском и абсолютно во всех редакциях отмечено что старец всегда обращался ко всем приходящим к нему со словами радость моя следовательно составитель службы взаимно адресовал подобное обращение к тому кому эта служба посвящена однако подобная ревность не возымела отлика у первенствующего члена синода решение на печатание службы по тщательным исправлением было получено от митрополита антония 25 февраля 1904 года в конце 1903 года когда епископ самарский и севастопольский гурии буртасовский представил святейший синод акафист преподобному и богоносному отцу нашему серафиму саровскому чудотворцу поставленный неким боголюбцем но одновременно акафист преподобному серафиму составили другие авторы епископ тамбовский и шацкий инакентий беляев действительный статский советник шивков и известный духовный писатель того времени леонид денисов сочинение денисова уже прошло цензуру московском духовно-цензурном цензурном комитете и получила высокую оценку московских цензур однако синод принял окончательное решение в пользу печатен печатание акафиста составлена тамбовским архиереем инакентием беляевым несмотря на восторженную оценку текстов службы и акафиста преподобному почитатели памяти серафима саровского были огорчены отсутствием в них хрестоматист хрестоматийного приветствия святого старца искренно мы пожалуй пожалели об отсутствии в акафисте равно как и службы этого радостного и трогательного приветствия преподобного серафима христос воскресе радость моя которым он последние годы жизни своей встречал каждого своего посетителя а а как сильно до слез захватывающе должно было действовать это обращение на душу робкого грешника и как сильно вместе с тем оттеняет оно особенности великого нашего угодника и чудотворца серафима кавычки закрыты к сожалению митрополита антоний ватковский не оставил в рукописи пометы обосновывавшие изъятие приветствия старца серафима из богослужебных текстов в данной статье основополагающим критерием для анализа являлся редакторские аспекты деятельности цензоров их служебный и индивидуальный подход к к рукописям степень их вмешательства в авторский текст было выявлено что большинство авторов историков печати церковных и общественных деятелей высказывали резко отрицательное отношение к институту духовной цензуры борясь за чистоту слога цензоры не замечали что добиваются результата противоположного лучшие церковные писатели стремились издавать свои сочинения в светских издательствах или за границей более того духовная цензура так и не выполнила своего главного охранительного предназначения все что было прямо направлено против церкви и господствующего вероучения с успехом публиковалась светских издательствах опыт рассмотрения духовными цензорами сочинений в частности о подвижниках благочестия вполне показывает что цензоры из опасения возможных конфликтов по выходе книги из печати запрещали то что напрямую не противоречило бытовавшему российской империи законодательства о духовной цензуре напротив изымая фрагменты текстов рукописи где по мнению цензоров те или иные эпизоды жизни подвижника кажутся слишком неправдоподобными или наоборот не заключает ничего сверхъестественного служащие санкт-петербургского комитета духовные цензуры прежде всего проявляли свою сословную ограниченность запрещая публикацию подобных фрагментов цензоры стремились идти в русле течений выработанных русской духовной литературы в 18 столетии когда во всех без исключения сочинениях писателей церковного чина проявлялось влияние западноевропейско-протестантской схоластики но читающая публика требовала сочинений где жизнеописания святых содержали не только официальную биографию подвижника но его чудеса поучения свидетельства которые из устно расходились по всей империи кавычки открываются специальная цензура задерживает движение церковной мысли приблизительно на целое поколение не дает возможности узнать все факты церковной жизни под их в их подлинном конкретном виде и поставить правильный диагноз современному положению так мыслили в 19 столетии известный церковный писатель протоиерей александр иванцов платонов 1835 1894 годы история цензурирования и последующие публикации множество произведений в полве подтверждает эту мысль духовная литература 19 века не только было бессильно ответить на важнейшие вызови современности но и испытывала затруднения публикации произведений о давно прошедших событиях церковной жизни протоиерей п я светлов был крайне выразительным своих оценках ужасная статья как и многие другие статьи устава из нее видно что духовная цензура идет дальше стирания красок смысле автора она ставит крест на над всею авторскую личностью и ничего от нее не оставляет в целости вне внимание цензуры равносторонние и всеобъемлище она выходит из пределов только охранения чистоты веры и благочестия путем запрещения он им противного но простирается и на литературную сторону сочинения на логику автора его слог орфографию грамматику даже и на перенос слов изменяющийся при печатании даже на явные описки переписчиков судьба рукописи всецело зависит от произвола и усмотрения цензора который может к одной и той же рукописи применить и 259 и 260 статьи при диаметральной их противоположности понятие о ясности мысли чистоте чувства доброте слога и тому подобное условный и неопределенный нет никакого общего объективного критерия которым цензоры могли бы правильно руководствоваться в определении даже православности авторов при различиях в русском богословии даже по этому капитальному вопросу о сущности православия таких понятий я насчитываю до девяти о чем писал свое время образованное общество и современное богословие 1902 год страница 79 по 84 вообще действующим духовно-цензурным уставом цензура превращается в то что называется духовно-литературной критикой где существом дело отводится самый широкий простор необузданному произволу и усмотрению даже в руках добросовестной цензуры судьбы рукописей зависеть будут от случайности что решает участь всякой рукописи в конце концов совершенно случайное совпадение авторов с их цензорами во всем от цензорского богословия и благочестия до цензорской орфографии и доброты слова включительно вот такое трогательное слияние авторов с цензорами требуется для одобрения рукописи но от этого можно в страхе убежать бог знает куда автор прошедший через духовную цензуру оказывался прикрепленным к синодальным типографиям и синодальные типографии извлекали из этой монополии немалые выгоды они ничего не напечатали в кредит и не делали автором никаких уступок интересы религии чистоты веры как-то неуловимо сливались с интересами типографии и превращением типографского капитала в этом пункте духовная цензура была неумолимо и не допускала никаких поблажек когда периодические издания должны были отсылать какую-нибудь отдельную статью в духовную цензуру последняя требовала чтобы данная статья была напечатана в московской синодальной типографии заботясь наконец о литературе члены цензура сначала исполняли обязанности корректоров исправляя все сочинения в словах и целых выражениях как гласила стереотипная фраза изредка им поручалось определение подлинности слов дмитрия ростовского стефана я ворского соведением устава 1828 года очистка сочинения от литературных широковатостей формально была снита с цензуры это по ее указаниям должны были делать авторы и переводчики но цензоры иные из любви к делу другие из предосторожности очень часто принимали на себя этот труд предосторожность была далеко не излишняя когда секретный комитет при священном синоде начал пересмотр пропущенного цензурой все было поставлено ей на вид во фразе мира нерадивые и юные сердцем они воображают что насколько мертвых молитв и сухих обрядов достаточно для достижения спасения было найдено конечно дыхание протестантизма слова заунывный воображение нежный и тому подобные признаны духовному сану не соответствующими по поводу книжки седмица страстная было замечено следующее автор хотел излить свои благочестивые чувствования стихами но потребленные им по неопытности хореистические стихи совершенно не идут к столь важному предмету долженствующему извлекать слезы у каждого кто об нем помыслит и требующему размера важного в результате предписания духовно-цензурным комитетом обращать внимание на соблюдение степенного и приличного образа изложения кавычки закрыты далее на тихонич приводит цитаты из библии притчи 26 глава 19 стих так человек который коварно вредит друг другу своему и потом говорит я только пошутил прокисая 26 глава 13 стих господи боже наш другие владыки кроме тебя господствовали над нами но через тебя только мы славим имя твое послание галатам 5 13 к свободе призваны вы братья только бы свобода ваша не было поводом к угождению плоти но любовью служите друг другу послание филиппийцам 2 глава 4 стих не о себе только каждый забося но каждый и о других 2 тимофею 220 а в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные но и деревянные и глиняные и одни в почетном а другие в низком употреблении я твердо я так сладко знаю с искусством инаков знаком что лик жены подобен а раю обетованному творцом нос это древо ствол высокий две тонкие дуги бровей над ним раскинулись широкий изгибом пальмовых ветвей два вещих сирина два глаза под ними сладостно поют велеречивостью рассказа все тайны духа выдают открытый лоб как свод небесный и кудри облака над ним их верно с робостью прелестной касался нежный серафим и тут же у подножья древа уста как некий райский цвет из-за какого матери его благой нарушила завет все это кистью достохвальной андрей рублев не начертал и в этой жизни труд печальный благословением божьим стал 1916 год николай гумилёв Гумилёв